Друзья, привет! Меня зовут Света, добро пожаловать обратно на мой канал Лени Лоренц. И прежде чем начать непосредственное повествование, мы вообще можем заметить, поговорить о том, какая чудесная погода за окном, по крайней мере в Москве и в Подмосковье. Но это просто какой-то подарок, этот октябрь настолько прекрасен, настолько вообще необычен. Потому что, как я это всегда помню на своей памяти, вот как только наступает осень, ну вот после сентября, небо моментально затягивается тучами и такая серость повсюду гнетущая, влажность, дожди, что даже из дома выходить толком не хочется. Но сейчас мы, вот с собаками, мы реально постоянно гуляем. Я писала в своем инстаграме, что у меня, короче, опухла лодыжка. Ну, вы знаете, вот не сама лодыжка, вот внизу между стопой лодыжкой и с внешней стороны. Ну, бывает такое, когда ты очень сильно переходишь, когда очень-очень много напрягаешь, в общем, ноги. Ну, у меня такое было один раз, когда я работала еще официанткой. И официанты, ну, как вы знаете, очень много ходят. И вот у меня тогда воспалялась эта часть. Я не знаю, как она называется и вообще, что это за часть тела такая, лодыжка, нога, нижняя часть ноги. Ну, в общем, это очень такое неприятное. И вот мы сейчас столько реально с ребятами гуляем, что у меня опять эта часть ноги воспалилась. Ну, как воспалилась, она просто немножко опухла и болит. И я все равно не могу перестать гулять. Я не могу. Я просто смотрю в окно, это так красиво. Я просто не могу терять вот это прекрасное время, потому что, ну, вот буквально еще неделька, наверное, будет вот такого бабьего лета. И все, и будут дожди, и будет серость, будет тусклость. Мы будем большую часть времени проводить дома. Поэтому, блин, надо ловить, ловить вот эти денечки и не пропускать их ни в коем случае. Вот, да. Но это видео такое. Я, как всегда, вот все время хочу поговорить о чем-то конкретном, потом смотрю в окно. Я во всем забываю, друзья. Ну, вы простите меня, да? А я сегодня, знаете, хочу поговорить о волосах. Те, кто знает меня очень давно, ну, наверняка вы знаете, что я к волосам отношусь достаточно... С одной стороны, я люблю экспериментировать. Для меня волосы это совершенно не что-то такое, за что нужно держаться, там, не знаю, беречь, как бабушкин старинный фарфор. То есть, я отрезала волосы, ну и отлично, отросли, хорошо, пойду еще раз обрежу. То есть, я... Для меня волосы это, знаете, как макияж. Я крашусь не для того, чтобы что-то скрыть, а потому что мне нравится процесс творчества. Это как рисование, только у тебя в качестве холста выступает твое лицо. Ну, просто это прикольно. И то же самое у меня с волосами, с цветами, волосы, с стрижками. И такой, блин, я не думала, что вот меня это коснется. Меня, человека, который очень легко относится к отращиванию, вот, например, да, своего цвета. Ну, господи, годик, хожу немножко такой лохушкой. Зато потом, возможно, у меня будет свой цвет, и, возможно, потом я смогу осветлиться, там, в блондинку, я не знаю. Но, помимо того, что у меня была стрижка пикси, достаточно короткая. То есть, у меня были выбриты виски, у меня был выбрит затылок. И, ну, общая масса волос была так достаточно сильно порежена, профилирована. И, кстати говоря, филировка в моем случае оправдана. Она для меня очень важна. Потому что, ну, знаете, многие парикмахеры сейчас выступают против филировок. Потому что, якобы, даже самые, типа, густые волосы превращаются, ну, не в пышные, не в пышные. И в тонкие, да. Но, ребята, у меня, на самом деле, очень-очень густые волосы. И вот сейчас, когда у меня моя стрижка отросла, моя вот первая аккуратная, красивая, очень короткая стрижка, я вот стою по утрам, я вот смотрю на себя в зеркало, и мне просто страшно. Потому что на меня смотрят просто вот такая вот бабушка из 80-х. Именно бабушка из 80-х. А бабушка-адуван с таким жутким, наладченным, как будто начёсом. И я беру расческу, пытаюсь как-то вот это вот примять. И ничего. И я потом уже плюю, одеваю шапку, иду, надеваю, надеваю шапку, иду с собаками. Потом прихожу, немножко так под шапкой приминается. Вот, короче, вот это вот отросшее пикси. Вот я ещё помыла голову, вот я ещё уложила красиво. Без укладки на второй день это будет просто капец. Короче, вот главная проблема, это отрастающая короткая прическа. Там пикси, не пикси. И я думала, ой, фигня, отрасчёсывать цвет, отрасчёт там, надо корешечки, может, что-нибудь. Ну, если надоест, постригусь, успели. Так вот, очень-очень силён и велик соблазн постричься снова коротко. И на самом деле я не против. Я не против, если мне прям реально надоест, я постригусь, и может быть, какой-нибудь цвет волос сделаю. Но вот в глубине души сидит такой, ну, я же всё-таки хочу видеть свой цвет до конца. Я хочу отрастить свои волосы. Просто на время, да, отращу, посмотрю на них, полюбуюсь. Понятное дело, что не смогу с ними жить долго. Они мне надоедят. Ну, такой, знаете, такой вопрос принципа. Ну, короче, это реально очень сложно, потому что смотришь на себя в зеркало, ты, наверное, такая бабка с начёсом. И ты пытаешься его как-то уложить, а он опять, они вот так вот торчком стоят, и просто какой-то, не знаю, Эйнштейн женского пола получается. И ничего не помогает. Максимум, что тебе может помочь, это если ты намочишь волосы, или помоешь, конечно, помыть можно. Ну, а если они чистые, ну, например, просто намочить пульверизатором и намазать их каким-нибудь там маслом. Знаете, у меня было сухое масло очень классное. Его просто распыляешь на волосы, немножко так вот приглаживаешь, и они так гладенько и красиво лежат. Так что реально густые волосы и короткая стрижка, которая отрастает, это жопа. Это просто реально мучение. Я смотрю на себя, и я себе жутко не нравлюсь. Хотя да, блин, я реально думала, что мне будет пофиг, что я вообще выше всего этого. Тем более сейчас всё равно будет период шапок, осень, и всё такое. И по большей части пофиг, что он тебе там под шапкой. Но оказалось, нет, для меня, оказывается, для меня вот это визуальное такое восприятие себя в зеркале, оно оказалось достаточно важным, потому что я реально себе прям не нравлюсь. Вот сейчас укладочка ещё куда не шла. Более-менее я просто посушила голову. И у меня, на самом деле, волосы очень сильно отросли, если вы можете видеть. Там уже мой цвет уже очень сильно. Вот, видите. Вот, но как бы они всё равно, не знаю, они, мне кажется, очень сильно отросли. И я просто не могу сейчас с ними жить. Вот, кажется, вот, либо каре, либо совсем короткую. Но вот это вот дожить до состояния каре, господи, как это тяжело. И думаю, надо ли оно мне снова. Тем более я сейчас живу в непосредственной близости от своего мастера, от своего любимого мастера, которому я ходила, ну, долгое время. То есть он вводил меня из хны. Вот мой знаменитый ядрёный рыжий цвет, это он мне делал. В общем, всё-всё-всё. Он от всего меня избавлял, от всего плохого. И он снова сейчас работает вблизи меня. Поэтому я думаю, что, скорее всего, я пойду, сделаю себе какую-нибудь классную стрижу. Вот, не знаю пока, что сделаю, но какую-нибудь прикольную реально. Ну, что вот ходить, вот реально такой бабусе, я просто, ну, невозможно. Ну, просто невозможно. С другой стороны, думаешь, ну, отрастишь ты каре, ну, а дальше что? Ты что, будешь дальше растить длину? Да нет, не буду я ничего растить. Я, кстати, знаете, что заметила? Вот мне так классно постригла моя мастер в Костроме. Вот эту вот короткую стрижку с выбритыми висками. То есть она мне, она очень долго стригла, но стрижка была просто шикарная. Я вставала утром, расчесывала голову, ну, можно было там чем-то попшикать, там, или спреем, или маслом, или, может быть, там, пудрой намазать, намазать, насыпать. Ну, просто так, чтобы просто, да, просто, просто, слишком много, просто. Чтобы прическа держалась в течение дня. Ну, как бы и все, никакой укладки, вообще ничего. То есть минимум ухода, минимум проблем. Она переживала, она переживала у меня вот этот суровый Костромской ветер, и все было нипочем. Поэтому, ну, конечно, все зависит от мастера. Я понимаю, что были у меня и неудачные короткие стрижки в моей давней-давней юности. Это была жесть. Поэтому все-таки, мне кажется, что короткие стрижки, они идут всем. Просто главное подобрать свою короткую стрижку, чтобы вам ее сделал нормальный пряморукий мастер, потому что хорошая, короткая стрижка, она не нуждается в укладке, практически никакой. То есть, да, провести пару взмахов расческой, там, зафиксировать какие-то прядки, там, не знаю, маслом, гелем. Я вот ничего не делала, ничего не делала. И все, и она должна лежать красиво. Вот это действительно профессионализм. Это настоящее мастерство, как по мне. Никаких танцев с бублями, ну, как мне кажется, это уже излишнее. Излишнее. Вот, поэтому, друзья, у меня вот такой вот крик души. Я, кстати, я не буду вас пугать фотографии, но вот с этим Эйнштейном, я не фоткала себя в таком состоянии. Поверьте мне на слово, реально, вот плюс 10 лет, плюс даже 15 лет мне вот это вот началось в жутке был. Мне кажется, что прическа реально играет большую роль в формировании твоего какого-то не только имиджа, но и внутреннего мира ощущения и восприятия себя. Мне кажется, что глядя на себя в зеркало, ты должен себе нравиться. Вообще, вне зависимости от того, парень ты или девушка, мы должны себе нравиться, чтобы чувствовать себя комфортно, чувствовать себя уверенно. И прическа там или макияж, это вообще просто меньше зол, чем мы можем себя вдохновить. Более осень, как мне кажется, это такое переходное время года, когда всякие эксперименты с внешностью, с волосами, они всегда какую-то такую свежую струю в вашу жизнь всё-таки привнесут. Так что, друзья, у меня были мои переживания. Блин, это реально оказалось труднее, чем я думала изначально. Вот, в заключении, просто хочу спросить у вас, ну не знаю, были ли у вас в жизни какие-то эксперименты с внешностью, о которых вы вообще не пожалели? И почему? Расскажите вашу историю в комментарии, мне будет интересно почитать. И, кстати, у меня был такой эксперимент, но это был эксперимент не по моей вине, вот когда я где-то в 16 лет пришла коротко постричься. У меня уже была на тот момент шикарная короткая стрижка, но отросшая. Я пришла в парикмахерскую какую-то непонятную, но это была, говорит, моя вина была. И просто даже я показала фотки свои со всех сторон, то есть как выглядела моя стрижка тогда. Вот, мастер сделала мне всё совсем не то, совершенно не то. У меня получилась просто стрижка как какого-то, не знаю, короткая стрижка завуча. Знаете, вот такого завуча, махрового завуча с такими, завуча, с такими длинными ногтями, не знаю, фиолетовой помадой, такими чёрными тенями на глазах и вот этой вот короткой такой стервозной стрижкой. Вот мне сделали такую. И фоток, слава богу, не сохранилось, потому что это было просто ужасно, и я скорее ждала, когда она уже у меня отрастёт. Меня все путали с мальчиком тогда, я ещё помню. Да, такие не очень приятные воспоминания, поэтому, друзья, я желаю вам только удачных экспериментов, хороших парикмахеров. Берегите себя, пейте горячий чай, побольше сейчас гуляйте на свежем воздухе, погода просто супер. И уже очень скоро увидимся в следующих роликах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok